Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Получила посылку с сайта iHerb. Это вторая часть этой посылочки у меня. Я уже про косметику и продукты рассказала, вкусняшки всякие. Сейчас я вам расскажу, что у меня здесь было из БАДов. Здесь немножко было, но, как всегда, я что-то расскажу, что у меня здесь было. Возможно, кому-то будет интересно. Здесь у меня такой эпикор, хорошее такое средство от простуды, от всяких вирусов, гриппа. На сайте был раньше от Healthy Originals был эпикор, но сейчас они сняли эту марку, думаю, временно, может, еще появится. И вот от California Gold Nutrition, сейчас они выпустили тоже новинка у них. Точно такой же эпикор, я его еще не пробовала. Я его часто тоже просят заказать, потому что все, кому я порекомендовала или дала попробовать, они в восторге. Он очень хорошо на первых порах помогает справиться с вирусом организму. Если его выпить одну-две капсулы, я две капсулы пью, чтобы наверняка. Через 2-3 часа, если у вас уже появилась слабость, какие-то симптомы, ломота, голова тяжелая, упадок сил, то через 2-3 часа от эпикора идет прилив сил. Крайне к вечеру вы можете или к утру уже почувствовать облегчение. И в принципе не разболеетесь, не будет никаких осложнений, симптомов таких противных. Главное, что выпить его чем раньше, тем лучше. Но если не получилось раньше, то когда уже выпейте, тогда выпейте, все равно он помогает. Пить его две капсулы, одну капсулу или две, тут, конечно, рекомендуется, наверное, одна капсула. В день они рекомендуют с едой. Ну, я его пью 2-3 раза по 2 капсулы. Кому-то хватает и одной капсулы, в принципе. Смотрите, это зависит, наверное, от веса. Например, детям выпускают эпикор 250 мг. Тоже есть детский, детям его тоже можно. Так что он хорошо очень действует. Единственное, если вы получили такое через 2-3 часа облегчение, даже прилив сил, даже идет не только облегчение, еще и такой прилив сил яркий. Даже себя чувствуете, может быть, лучше, чем в здоровом виде. То, конечно, компенсация может быть на следующий день, такая какая-то слабость появится. Ну, надо его еще пропить хотя бы 2-3 раза. Ну, желательно, как я пью, 2-3 раза в день я пью его. Если простуда какая-то, да, или вирус у меня. И на следующий день я уже пью 1 раз или 2 раза по состоянию. Он каждый раз возвращает это состояние бодрости, облегчает. И вот эти симптомы упирает, нету головной боли, вот этого всего противного. Насморка нет, ломоты, вот это. Ну, у кого какие симптомы, он, по крайней мере, если правильную дозировку подобрать, если он не действует, то просто удвойте дозировку. Если не хватает одной капсулы, вы думали, что не работает он для вас, пейте 2 капсулы. Потому что я пью, например, 2 капсулы, чтобы уже наверняка. Дозировка дошла. Эпикор – это сухие пищевые дрожжи ферментированные. История, как бы, сказания гласят, что их использовали для животных. Сначала вывели, давали животным. И хорошие были показатели для иммунитета, для поддержки иммунитета. Потом уже стали людям давать, как всегда. Животным всегда дают самое ценное, витамины дают, добавки. А люди потом хотят убить животное и съесть мясо, и получить все, что он получил из травы. Нарастил мышцы себе из травы, из растений. Ну, вот люди считают, вот такое еще убеждение у нас. И мы дошли до того, что нам такие классные препараты дают, не только животным. И из всего противовирусного, противопростудного, я Эпикор ставлю на первое место. Потому что я раньше там спасалась кардицепсом, паударка. Но это все надо пить длительно. В больших дозировках оно не лезет, бывает, вот эти чаи с малиной, с лимоном. А Эпикор выпил, и можешь уже, в принципе, сильно не заниматься всякими процедурами, там, полосканиями или еще чем-то. Он очень хорошо подавляет вот эти все на корню, скажем так, вирусы. Если вы еще не пробовали Эпикор, попробуйте. Это, в принципе, доступно по цене. Здесь, получается, сахарамицеты Цервисайя. У нас, по-моему, есть в аптеках сахарамицеты, по-моему, Буларди. Вот такие. Ну, наверное, там действия похожи. Ну, я не знаю. Я аптечные не покупала, никакие аналоги. Но вот этот Эпикор для меня, конечно, был открытием. Я уже, наверное, если не год, может, два уже его применяю. Для себя и для всех, кто вокруг. Чтобы они не болели и меня тоже не заражали. California Gold Nutrition очень классная марка. На нее всегда есть какие-то акции, скидки. Есть такой Эпикор. Вот этот 30 капсул здесь вегетарианских. Есть и 60, и больше. Ну, намного это дороже будет все стоить. Но иногда надо его запастись. Я, кстати, брала... Не было вот этого Эпикора California Gold Nutrition. Я брала вместо Healthy Originals от Dr. Best. По-моему, даже еще с цинком, по-моему, с чем-то таким с добавкой. Это чистый Эпикор. Если вы спрашиваете, я сразу отвечаю, можно ли его принимать постоянно, то нежелательно. В основном, конечно, его тоже принимают для каких-то целей, может, по назначению. Но я бы это не стала делать, потому что все-таки это дрожжи, они могут кормить грибки. Поэтому чисто вот так точечно, до 6 капсул в день, несколько дней можно пропить. Но он, кстати, быстро заканчивается. Здесь всего 30 капсул. Если, например, уже какой-то вирус подхватили, может уйти, если каждый день по 6, то есть 18 капсул может уйти за 3 дня. Я всегда, он у меня есть про запас, потому что ничего пока действенней, такой безопасней. Он лучше всех колдрексов и немесилов вместе взятых, потому что у них еще побочные действия, противовоспалительный такой у него эффект. Эпикор, он это все заменяет, если есть время для восстановления. И желательно, конечно, не переносить эти все простуды на ногах, чтобы не было осложнений. И лучше тогда вот эти все натуральные средства действуют. Если, конечно, вы бегаете на ногах, он, конечно, поможет и поставит на ноги. Но лучше, конечно, покой какой-то тоже во время простуды, чтобы был. Понятно, что не у всех есть такая возможность. И еще здесь из таких противовирусных, противовоспалительных и противогерпесных, я бы сказала, ну, вообще противовирусных, это L-лизин. Этот L-лизин, ну, как лизин, другими словами, его в основном принимают при герпесе. Он хорошо очень подавляет герпес. Он, в принципе, практически, я так поняла по отзывам моментально, если у кого-то есть такие проблемы, ему вскакивает герпес, то убирают моментально. Его еще принимают во время простуд, вирусов, гриппов. Он тоже очень хорошо действует. Почему он так действует? Потому что он подавляет вирусы. Еще L-лизин рекомендуется принимать, если есть в организме какой-то воспалительный процесс. Например, Энтони Вильямс, я в предыдущих видео рассказывала про его протоколы и методики очищения там от тяжелых металлов. У него еще и помимо других каких-то таких рекомендуемых им добавок и падов входит лизин, L-лизин. Часто у многих сейчас есть такие симптомы, как такая хроническая усталость, вялость, утомляемость сильная. При этом ставят вегетососудистую дистонию, но не ищут причину. Возможно, еще щитовидка какие-то проблемы. И вот Энтони Вильямс дает подсказку и врачам, в том числе, которые не ищут вирус Эпштейн-Бара, который поражает щитовидку, например, просверливает, как он говорит, сверлами такими, и потом уже обнаруживают, что она повреждена как-то или еще что-то, какие-то узлы на щитовидке. И вот этот как раз вирус Эпштейн-Бара L-лизин подавляет. Поэтому L-лизин еще дополнительно надо принимать. ВПЧ, вирус папилломы человека, герпес, Эпштейн-Бара, всевозможные вирусы. Если вот эти все вирусы не контролировать и не подавлять, то потом они уже переходят в какие-то опухолевые процессы. В общем, очень серьезные, необратимые, скажем так, диагнозы, состояния, которые потом очень тяжело выкарабкиваться. И вот L-лизин, ну я периодически его пропиваю, как бы у меня нету никаких таких, как проявлений герпеса. Но если хотя бы один раз в жизни герпес был там на стрессе или на каком-то, вот у меня был один раз, что все-таки вылез герпес у меня на губах, и я поняла, что все-таки есть этот герпес в организме, значит. И он живет там, затаился и делает свое дело плохое. Не буду сейчас перечислять, какие заболевания могут быть там. И вирус папилломы человека тоже входит. И L-лизин он идет при даже иммунодефицитах. Очень такой недооцененный. Может, не все знают, потому что не всем такое назначают и рекомендуют. И люди уже сами доходят до этого. А вирус обштейнбара, как раз с ним надо бороться, даже если он не ставится, не диагностируется. Там надо специально настаивать, чтобы продиагностировали он. По симптомам выглядит так, что, ну, это, кстати, в одной из книг Энтони Вильямса написывает, что еще 30 лет назад, если бы врачи стали, а не только сейчас, по его даже, по его всевозможным вот этим обращениям, да, по его рекомендациям, стали учитывать вот этот вирус обштейнбара в организме, в крови его находить. Потому что он рассказывал случай, что женщина пришла к нему после 40 лет, которая не могла ходить на работу, у нее была страшная слабость, у нее не было сил, она ходила по всем врачам, ее посылали к разным врачам, это в Америке все было. Она уже просто не могла ходить на работу, ей говорили, ты все выдумываешь, никаких диагнозов у тебя нет, никакой инвалидности мы тебе не дадим, потому что, ну, ей же надо было, чтобы не работать, какие-то пособия получать. И тогда она уже приползла к нему, ну, и вот он по симптомам понял, что у нее щитовидной железой что-то, по анализам тоже это можно обнаружить, этот вирус обштейнбара. И просто уже из этого, там, конечно, он какие-то назначения давал, детоксы, и вот как раз вот это состояние щитовидная железа, она не справляется, потому что обштейнбара, вот этот вирус, он сильно на нее нападает, скажем так, и вот это все, вот эти виды усталости, там еще как бы врачи, я так поняла, больше учитывают надпочечники, там, да, вот эта слабость, или как там, утомляемость тоже идут, но я так поняла, что мы должны не давать вот этим вирусам разрастаться в организме и жить. Кормим мы эти вирусы едой, конечно же, не только это из-за того, что там мы такие, вот пришел возраст какой-то или еще что-то, например, вакцины выращивают на яйцах, поэтому если вы употребляете яйца, а некоторые 6 штук яиц съедают, ну, тут даже дело не 6 или 1, вот эти вирусы, они очень хорошо разрастаются, поэтому надо убрать животные продукты, мясо, сахар, молочное, тоже очень хорошо вирусы эти питает, кормит, перейти на растительную пищу, тогда у вас хорошо будет работать вот и лизин, сок сельдерея, который вот Энтони Вильям советует, и еще множество всевозможных БАДов, продуктов, которые вы используете для своего оздоровления. По дозировкам здесь рекомендуется одна капсула с едой со стаканом воды, а в одной капсуле 500 миллиграмм. Здесь написано, что лизин – это эссенциальная аминокислота, которая не продуцируется в нашем организме, а мы его можем получить, я так поняла, из еды, рыбы, мяса, семена, орехи, пищевые добавки. Он продуцирует белок в организме, по-моему, там еще написано, и помогает иммунитету и пищеварению. Вот такие у него свойства. Ну, там у него много свойств, я сейчас не буду их перечислять, потому что вы можете это все найти, какие дополнительные еще свойства у него есть. Но самое главное такое, из последнего, что я нашла, что лизин не только противогерпесное такое средство, противовирусное еще средство, и борется со всеми вирусами, в том числе с таким коварным вирусом Штейнбара, я уже рассказала. Если вы у себя находите такие симптомы, как утомляемость, есть какие-то заболевания щитовидки, то ваша щитовидка, возможно, атакуется Эпштейнбаром. Поэтому надо бороться с ним, подавлять его, и тогда лучшее состояние. Можете, конечно, там и анализы сдать, настоять, например, на таких анализах. Вот, и еще из постоянного, я постоянно принимаю индол-трикарбинол или Дим. Ну, сейчас я вот такой Дим пью, на него неоднозначные отзывы, что там по-разному он действует на всех. Ну, я его пропила, уже почти допиваю, еще чуть-чуть осталось, здесь 90 капсул, я пью по 400 миллиграмм, две капсулы в день, здесь в одной капсуле 200 миллиграмм. А здесь индол-трикарбинол, тоже 200 миллиграмм. Ну, Дим и индол-трикарбинол, это, в принципе, производная из брокколи, из крестоцветных, а крестоцветные, как вы знаете, они имеют противоопухолевый эффект, показаны как и мужчинам, так и женщинам, убирают вредные гормоны, как бы выходят из организма. И у кого эстрогены повышены, лечат заболевания эстрогенозависимые, даже для аденомы простаты, тоже иногда, я так поняла, их назначают. А женщины уже знают индол-трикарбинол, как если там какая-то мастопатия, миомы, фибромиомы, кисты. Если не сдерживать, тогда сидеть надо или на гормонах, или тогда на индол-трикарбиноле. Потому что до менопаузы эти все гормоны, если они разбалансированы, они могут вызывать опухоли в организме. Поэтому вот и принимается индол-трикарбинол, чтобы заменить вот эти эстрогены вредные, нормализовать все в организме и, в общем, помогают бороться с опухолями. Если, например, надо выводить эстрогены, еще добавляется кальций и деглюкорат, он тоже выводит вредные эстрогены из печени, потому что, если есть какое-то накопление гормонов, если плохо выводится эстроген, то это значит признаки, что печень плохо работает, очищает организм от эстрогена. Я беру то индол, то дим, но в основном по индолу больше проводилось исследований очень положительных. Он там и от рака тоже там проводились исследования, там и на мышах, и на людях уже есть исследования. По диму просто, я так поняла, меньше было исследований, потому что это уже следующая производная индол-трикарбинола. Он, в отличие от индол-трикарбинола, если вы не переносите запах брокколи, потому что здесь все-таки он больше пахнет, дим, он практически не имеет такого запаха. Он помогает гормональному метаболизму, как бы выведению. И вот как раз вот в этом диме здесь еще есть кальций-деглюкорат, о котором я говорю, 100 миллиграмм в одной капсуле. Это как раз кальций-деглюкорат помогает выводить вот эти гормоны из печени, потому что если печень не справляется, то как раз вот эти проблемы и начинаются. Индол-трикарбинол назначается врачами и продается в аптеках. Главное, чтобы дозировка еще была хорошая, потому что 200 миллиграмм как минимум надо принимать, а то и 400 для лечебных целей. Если для профилактических, то достаточно одной капсулы в день. Курс, я же говорю, что многие там пропивают неделю и считают, что им достаточно, кто-то месяц пропивает. Но те, кто уже попробовали и контролируют свои гормоны, они знают, что это надо пить постоянно. Это натуральный препарат брокколи, поэтому, ну, единственное, там кто-то говорит, что для щитовидки не подходит. Еще есть витекс, если проблемы с эстрогеном, витекс как раз прогестерон добавляет в организм, активирует, как бы продуцирует прогестерон. Вот я в последнее время заказала вот такую от Гая, витекс, мне он очень нравится, здесь такие капсулки классные, так что можно еще и добавить витекс, если проблемы с эстрогеном и прогестероном. Хорошая гормональная тоже такая добавка, можете почитать отзывы, ну, кому-то подходит, кому-то не подходит. Кровотечение должен уменьшать, месячные. Если у вас сильные кровотечения, то это признак, что есть миомы, скорее всего, и дает вот этот повышенный эстроген, такие кровотечения. Поэтому индултрикарбинол будет сдерживать все процессы, а вот эти все, конечно, эстрогены, они чем опасны, почему их все боятся, потому что они как раз и вызывают опухоли, могут вызывать рак тоже. Поэтому вот индултрикарбинол как бы сдерживает эти процессы, ну, и у некоторых лечит даже. У кого не сильно повышен, то кто-то пьет три месяца, кто-то полгода, кто-то пьет и постоянно, потому что, например, если есть мастопатия, то есть отзывы, например, что человек пока принимает, например, индултрикарбинол, у него все хорошо. Переходит он, например, бросает пить индултрикарбинол, у него опять начинаются симптомы мастопатии или какие-то кисты растут. Поэтому человек лучше, чем сидеть на гормонах, он выбирает принимать такие натуральные, как бы, крестоцветные. Вы, конечно, можете брокколи и есть, но я, например, брокколи не могу много съесть, я ее не сильно люблю, не привыкшая, надо еще привыкать как-то приучать себя. А вот в капсулу я выпила, я знаю, что я дневную норму получила брокколи вот этого. Еще здесь у меня был мелатонин, это такой хороший препарат для сна, у кого плохо со сном, они принимают мелатонин. Оптимальная дозировка в среднем 5 мг в день, есть там дозировки от 3, это я заказала 5 мг в одной таблетке, в одной капсуле, точнее. Мелатонин нам нужен для нормализации сна, это такой гормон, который выделяется в процессе сна, недостаток мелатонина приводит к преждевременному старению кожи, секреция мелатонина происходит с наступлением темноты и прекращается в дневное время. Исследования показали, что употребление от 3 до 10 мг мелатонина в сутки значительно улучшает качество сна и снимает усталость. Мелатонин используется не только как снотворное, он укрепляет иммунную систему, особенно в связке с витамином В6 и цинком. Мелатонин предотвращает возрастное ослабление иммунной системы, известны также антиоксидантные свойства мелатонина. Мелатонин предназначен специально для улучшения сна атлетов и людей, ведущих активный образ жизни. Мелатонин восстанавливает натуральный, гормональный и метаболический баланс. Также мелатонин защищает организм от раковых опухолей, снижает уровень холестерина в крови, повышает иммунитет, помогает организму адаптироваться к различным вредным воздействиям внешнего и внутреннего происхождения, радиация, стрессы, то есть действует как сильный адаптоген, купирует проявление климактерического синдрома, повышает потенцию, нормализует артериальное давление, помогает при бессоннице и при сезонной депрессии. Он уже был переведен в разряд медицинских препаратов в некоторых странах. В аптеках есть такой препарат как мелоксен, он тоже будет с мелатонином. Этот мелатонин мне попросили заказать, сама я мелатонин как-то в основном не принимаю, потому что у меня была от некоторых видов мелатонина такая тяжесть какая-то на утро, в голове. Поэтому на меня он как-то не очень действует. Возможно, я не нашла свой вариант, надо еще попробовать. Я пробовала спреи, он как-то получше, видимо, он быстрее может действовать. Бывает, если заснуть не могу, я просто с Айхерба у меня есть валерьянка, я три капсулы выпиваю, она очень такая с большой дозировкой и все отлично. Многие считают, что мелатонин это гормон, но я знаю, что люди, которые переболели раком, они мелатонин принимают на постоянной основе, потому что он является противораковым препаратом. Вот такой у меня обзор БАДов с этой посылочки, предыдущее видео смотрите у меня там про продукты и косметику, я уже рассказала в первой части. Спасибо, что используете мой купон HGS024 при каждом вашем заказе. При первом заказе он дает скидку 10%, при последующих заказах тоже он дает 10% скидку на акционные товары и дочернюю продукцию с сайта Айхерб. Спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания.